так смотрим снаружи до так у нас здесь идет армопояс да я насколько понимаю фундамент армопояс или так он называется сейчас клиент может посмотреть качественно на качество выполненных работ в плане строительства коробки сейчас можно сказать просматривается фундамент просматривается армопояс про прослайся армопояса вы эти красоты матрица бетонные как бы не сделано еще то упаковка при которой все трячаса сейчас клет может приехать и все посмотреть на качество там на трещины там еще на что-то так далее фундамент у нас здесь залиты один из лучших фундаментов выбрали такой лента была залита сразу одновременно с полом была связана лучше связки глубина фундамента метр тридцать метр тридцать плюс одновременно залита пятна плита плита 17 сантиметров то есть пол 17 сантиметров до стяжка или даже не стяжка вот эта плита бетон это одновременно который залита она не даст треск трещина фундамента знания фундамента к примеру на фундамент ушло 64 куба у нас бетона привозного заводского на плиту у нас ушло три на плиту между первым вторым этажом тридцать четыре куба то же самое привозного заводского бетона идем дальше такой просторный получается участок да вот она опять же так и сама здесь можно дополнительные строительства вести дом у меня был расположен так чтобы было удобно то есть еще еще можно построить еще что-нибудь здесь вот так вот он выглядит с этой стороны так ну и наверное обойдем сейчас вот так вот выйти вот эту сторону мы можем вообще смотреть как здесь это за темно перспективный участок нравится посмотреть росты нормы как по двух Так, у нас тут что-то строят, строители, да? Смотрите, да, у нас тут строится вокзал. Раньше говорили, что это будет именно вокзал с города Керчи, так как сейчас поезд не будет заходить на старый вокзал железнодорожный. И по плану, по слухам, типа он здесь должен был располагаться. Но что здесь строится, толком никто ничего не знает. Но денег выделено много, строительство много ведется вдоль всего начала этого вокзала и после за ним еще строительство ведется. Ну, поселок развивается. Развивается инфраструктура поселка. В этом поселке две школы, детский садик, больница своя, поликлиника была. В воинской части есть. Смотрите, мы сейчас смотрим, значит, с другой стороны участка. Смотрим в плане, что продается вот еще соседний участок. И показываем, какой можем сделать. Можете сделать, вы купите два участка одновременно, будут у вас 30 соток. От бизнес, прямо на станции, да, получается. Можно тут строить гостиницу. Сейчас у нас очень развивается этот гостиничный бизнес. То есть со всей России сейчас люди будут ехать сюда, останавливаться на станции Баггерово. Может быть, какой-то ночлег, хостел там и все такое. Да, гостиницу. Я смотрю, вышка стоит вот какая-то... Баггузка это вот пограничники поставили. Для связи какой-то специальный. Да, конечно. Для связи. Вот отсюда вот она. Школа опять же просматривается. Похожу, да, посмотрю. Так, ну что, будем, наверное, заканчивать трансляцию. Вот. Кому понравился дом на продажу, ставьте лайки. Кому не понравился, ставьте дизлайки. И, собственно, пишите в комментариях, что вы думаете об этом доме. Вот. Понравился, не понравился. Ну и вообще ваши мысли на этот счет. Вот. Всем пока. Увидимся в следующих сериях.